Меня зовут Сумар и я внезапно в Индии. Снова в Индии, но в новой точке, штат Карава, город Качин. И мне здесь пока что очень нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Керала это очень особый штат Индии. Во-первых, здесь коммунизм. Да, здесь власти компартия, везде серпы, молоты и прочая атрибутика. Во-вторых, здесь самый высокий процент образованных людей, здесь самая долгая продолжительность жизни. И в целом, это самый благополучный штат Индии. Субтитры сделал DimaTorzok Куферка таких мелких, сколько нас и потерсающих головит. Просто очень круто. Старинные дома внутри форта. Погуляв пару дней по строительству штата городу Качину, мы отправились в городок Варкалу. И для этого выбрали знаменитый индийский вид транспорта – поезд. Сегодня мы попробуем его. Индийский поезд. Про индийские поезда очень много легенд. Но мы взяли билеты в нормальный класс, надеюсь, сидячий. А вокзальчик? Ну, полустанок и полустанок. Вокзал и вокзал. При ColorTP Не так страшен индийский поезд, как процесс покупки бериалов. Дело в том, что на вокзале можно купить только билеты в самый дешевый вагон, и по принципу, кто успел, тот сел, а если хочется что-то нормальное, то нужно покупать заранее онлайн. И это адовый ад, нужно заполнить, наверное, штук 5 форм, заполнение форм платное, подтверждение форм платное, подтверждение номера карточки банковской платное, я потратил часа 3, наверное, на покупку этого билета, а то и 4, но такие купил, аллилуйя. Вчера мы доехали до Варкалы, нормальный поезд, норм, доехали, заселились, жилье я покажу позже, а сама Варкала, это супер тур-место, курорт здесь, набережная стоящая сплошная, из хомстей, ресортов, магазинов, йога-студий, магазинов веган-кафе, йога-студий, магазинов аюрведов, апсек и так дальше, 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 дальше. И море, да, это не океан, это море лакадивское, оно же андаманско-арабское. О, аюрведик, центр. О, аюрведик, центр. О, аюрведик, центр. Кира, ладно, не только про коммунизм, но и про аюрведу, поэтому здесь куча таких клёвых таблеток для костей, для энергии, для всего, мы понабирали кучу таких баночек, скляночек, это не туда, для красивой кожи, для красивой попы, для всего, в общем. Народная пиральская забава ходить на банкомат, карточки в Аркале принимают не везде, а денег в день приходится только, чтобы хватило на день-два, поэтому я каждый день-два хожу на банкомат. К счастью, дорога к банкомату весьма живописная, но это не отменяет того, что идти 2,5 километра в одну сторону. Зато вдоль моря. Я только что сделал сверновую дырку, но видео не о том, а о танцах, где мы идем на катакали-дэнс. Вот в таком сарайчике. Танец катакали-длится два с копейками часа и больше часа уходит на грим и надевание костюмов. И местами это не менее интересно, чем сам танец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Смысл танца довольно простой. Вот злая Димонесса обнаруживает, что она как-то не звезда Инстаграма. Вот она превращается в прекрасную деву, чтобы соплознить прекрасного принца. Но принц, увы, не соблазняется и заканчивается все дракой. Димонесса Чем мы занимаемся для недели в Варкале? Укупаемся. Димонесса Димонесса Тут их больше одна, набережная одна и все на ней и зачем кому-то ходить. И конечно работаю. Ой, 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 я уже внезапно в поезде. Ну в поезде я тоже работаю. Я работал в Варкале до этого. Совсем мозга с утра нету. Работаю в поезде, буду работать в качине, в самолетах. Очень много работаю. Но, с жопой делать. Про аэропорт Качина я скажу две вещи. Во-первых, здесь капец каких контролей. Проверяют раз, два, три, ставят штампы в билете, контроль, снимите ремень, снимите обувь, поднимите руки, выверните карманы. Это, в принципе, везде ремень и еще он новенький, чистенький и очень крутой. Посмотрите, какие креслица. Это обычный, обычный самый зал. И да, такое ощущение, что у нас будет лететь трое. Ха-ха. А может, для другого рейса? Значит, двое. Еще раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...